Провинциальный городок Как яркая картинка И в сердце нежность и восторг Не глушь здесь, а глубинка Наш город до сих пор славится тем Что он сохранил в своих улочках, домах и житейском обиходе Атмосферу купеческой старины Купечество – это знаменитое третье сословие Российской империи Целый мир со своими традициями и историей Полный интересных событий и драматических поворотов Состоять в купечестве было очень престижно Существовал выработанный столетиями кодекс чести В котором особое место отводилось твердости знаменитого купеческого слова Купеческие семьи имели собственные дома Которые служили не только жилищем Но и выступали символом достатка и статуса своего владельца Сегодня мы с вами находимся в самом центре города На улице Комсомольской Которая начинается от привокзальной площади И спускается вниз к реке Весной и летом улицу украшают зеленые листва деревьев Цветущие тротуары И традиционно по этой улице любят прогуливаться наши кузнечане Вот и мы сейчас с вами пройдемся по улице Комсомольской Совершим прогулку в историю В историю купечества города Кузнецка В XIX веке здесь был коротенький Патрикеевский переулок И украшением этого переулка был дом купца Гаврила Максимовича Патрикеева Это был деревянный резной дом с колоннами К сожалению, произведение искусства этого деревянного зодчества Не сохранилось до наших дней Но людская память еще очень долго помнила о названии этого переулка В Патрикеевском переулке возвышался еще один купеческий дом Этот дом был построен в 1914 году по заказу братьев купцов Носковых Строила его артель местных каменщиков Этот дом стал неотъемлемой частью и украшением центра города Сейчас это здание является объектом культурного наследия регионального значения И здесь располагается администрация Кузнецкого района Это величественное двухэтажное здание с двумя крыльями Примыкающими под прямым углом к основному прямоугольному объему Балконы ограждены чугунными решетками В подоконниках нишах балясины На фронтоне укреплены лепные украшения В архитектуре этого здания немало сходного с самобытным вариантом русского классицизма начала XIX века В период империалистической войны и некоторые послереволюционные годы В доме Носковых находилась почта и телеграф В годы гражданской войны в правой части нижнего этажа какое-то время работал книжный магазин После 1918 года в здании работал райком партии и редакция газеты В пристрое с южной стороны к зданию находилась пивная И очень долгое время в этом здании работал кинотеатр Вулкан Который впоследствии был переименован в кинотеатр Октябрь Который существовал до того времени, когда открылся кинотеатр Комсомолец Но это был не единственный дом купцов Носковых Патрикеевский переулок выходил на базарную площадь Которая занимала территорию городского парка и улицу Бутырскую Ныне улица Кирова Именно здесь располагается еще один купеческий дом Который так и вошел в историю как дом купца Носкова Этот дом был построен в 1911 году Купеческая семья занимала часть здания на втором этаже Окна которого выходили на Соборную площадь, ныне улица Комсомольская и на улицу Бутырская, ныне улица Кирова Другую часть второго этажа занимали номера для приезжих Немного тесновато и не по-купечески, говорил хозяин этого дома Николай Степанович Носков своей жене Но в то же время прибыток Ведь кто у нас останавливается на постой? Заезжие купцы А значит, о нашей торговле доброе слово пронесется по всей России матушке Да и нам расскажут, где какой купец живет и чем торгует На первом этаже дома купца Носкова был магазин Он торговал рыбой, дорогими винами и коньяком Одна из вывесок на этом доме, доме купца Носкова, так и гласила Шустав и компания Шуставский коньяк считали в России королем коньяков С 1912 года Шустав был поставщиком дома его императорского величества И предприимчивый купец Носков не мог не торговать самым лучшим коньяком, произведенным в России Богатые купцы Носковы были благотворителями и меценатами Так, например, отец Носковых, Степан Тимофеевич На строительство Алексеевского реального училища пожертвовал 500 рублей А один из сыновей, из братьев Носковых, Алексей Степанович Был членом родительского комитета при Алексеевском училище Когда там учился его сын И по его предложению и на его средства Была организована в селе Бабарыкино детская колония То есть детский оздоровительный лагерь Дом купца Носкова Один из самых красивых, старинных, архитектурных домов в нашем городе Этот дом был построен в стиле, который называется Московская провинция с элементами модерна Во внешнем его оформлении нет ни мрамора, ни лепнины Все детали фасада, карнизы, тяги, пилястры, напуски, пояски, уступы, мережки Замки оконных арок выложены из кирпича, как и во всех старинных домах города В 60-е годы 20-го столетия на улице Комсомольской был магазин «Мелодия», в котором продавались музыкальные инструменты На улице Кирова был хлебный магазин А на первом этаже дома купца Носкова работал большой гастрономический магазин, который кузнечане привыкли называть «Одиннадцатый магазин» Кстати, есть такая история, что где-то в 70-е годы в кабинет к заведующим магазинам пришел один мужчина И умолял пропустить его в подвал дома купца Носкова Он предлагал даже месячную выручку магазину Но заведующая магазином не могла пропустить постороннего человека в складские подвальные помещения И ему было отказано К сожалению, история умалчивает о том, что искал этот человек и нашел ли что-либо в этом доме Это уже совсем другая история Это прекрасное здание также является памятником истории и архитектуры регионального значения Сейчас в этом здании работает кафе «Одиннадцатая авеню» А это дом купца Белова До революции купец Белов торговал здесь часами и ювелирными изделиями После революции в советское время здесь были магазин «Охотник» и «Природа» А сейчас здесь располагаются магазины стильной женской и мужской одежды Весь цвет дворянства и купечества строили свои добротные кирпичные дома в центре города Вокруг соборной и базарной площадей Не были исключением и купцы Кривовы Династия Кривовых торговали еще на первом Кузнецком базаре Который располагался на Воскресенской площади Там у них были каменные лавки и свой дом Их потомки, имея солидный капитал от торговли и чугунно-литейного завода Который производил печное литье, чугунные сковородки Построили красивый двухэтажный кирпичный дом на Соборной площади На первом этаже дома купцов Кривовых располагался кондитерский магазин Кузнечане помнят этот дом как детскую поликлинику А сейчас в этом доме располагается физиотерапевтический кабинет Купцы Кривовы построили на Кузнецких улицах 12 домов Последним хозяином всей этой недвижимости был Александр Александрович Кривов Человек суровый и замкнутый Он хорошо знал цену деньгам и умел беречь копеечку Кстати, почувствовав ветер перемен, он вдруг венчается с простолюдинкой Со своей же работницей Анютой Хотя ему пророчили купеческую дочь с большим приданным После революции Александр Александрович Кривов полностью отказался от всего своего состояния Строго-настрого приказал своей жене и детям, а у него их было 8 человек Никогда не говорить о купеческом происхождении своей семьи А этот дом принадлежал купцу Бобылёву Купец вместе со своей семьёй также проживал на втором этаже А на первом он содержал аптекарский магазин После революции здесь был магазин Торксина То есть магазин, который обслуживал гостей, прибывших из-за рубежа И советских граждан, имеющих валютные ценности Я не знаю, конечно, мог ли кто в 30-е годы приезжать к нам в Кузнецк из-за рубежа Но кузнечане несли в этот магазин Торксина свои последние драгоценности И обменивали их в этом магазине на обычную ржаную муку и продукты первой необходимости В советское время здесь, на втором этаже, работала центральная сберкасса А на первом этаже работал книжный магазин Вот мы с вами прошлись по улице Комсомольской И посмотрели на купеческие дома с внешней стороны Конечно, внутреннее убранство этих домов практически не сохранилось Но некоторые экспонаты купеческого быта экспонируются в нашем городском музее Купеческие дома обычно состояли из двух частей – парадной и жилой В парадной части купеческого дома обязательно была гостиная Которая оформлялась очень роскошно, но не всегда со вкусом Купцы любили в гостиных выставлять свои портреты и портреты своих предков В стеклянных шкафах в гостиных находилось очень много дорогих безделушек Самое интересное в домах купцов было то, что на подоконниках всегда стояло очень много разных всевозможных бутылей В которых находились наливки и настойки домашнего происхождения И поэтому окна очень плохо открывались и редко проветривались помещения Жилые комнаты, которые располагались в задней части дома, выглядели гораздо скромнее Все интерьеры купеческого дома с его малиновыми шелками, чучелами, шкурами животных, дорогими сервизами Все это демонстрировалось для того, чтобы гости могли понять, что хозяин этого дома надежный и деловой человек Что с ним можно вести дела Несмотря на то, что купцы жили по традициям, но некоторые из них были очень прогрессивными И с большим удовольствием покупали себе в дом технические новинки Как, например, музыкальный граммофон или печатная машинка Раньше других проводили в домах электричество и телефонную линию Многие дети купцов занимались музыкой И вот в доме купца, например, Широкова стоял такой прекрасный музыкальный инструмент Это физгармония, инструмент механический Нужно было, чтобы полилась музыка, еще накачать педали И только после этого из этого инструмента льется красивая мелодия Наверное, в каждом купеческом доме, конечно же, был камин И вот у нас здесь представлен изразец одного из каминов Который когда-то находился в одном из кузнецких домов А также представлены фотографии одного из сохранившихся каминов купеческого дома Купцы очень любили крупную деревянную мебель, яркие ткани, драпировку и позолоту Чтобы все было очень красиво и добротно Купцы были также хранителями исконно русской кулинарии Все рецепты были традиционными и передавались из поколения в поколение Новые рецепты использовались крайне редко и мало Особая любовь в купеческих семьях была к чаепитию Именно за чайным столом обсуждались различные темы Семейные дела, городские новости и планы на будущее А зачастую именно за чаем заключались самые важные сделки на миллионы рублей Главным в церемонии чаепития был красивый большой русский самовар Который ставился в центре стола Первую чашку наливал сам хозяин дома А потом чай разливался по чашкам по старшинству Чаепитие проходило примерно 4-5 часов За это время не раз приходилось подогревать самовар И менять на столе закуски А к чаю ставился обязательно колотый сахар, выпечка и многое другое И вот за 4-5 часов несколько раз это все ставилось на стол Каждый гость, участвовавший в чаепитии, выпивал до 8 чашек чаю Купцы и купчихи одевались очень добротно и дорого Купчихи поверх шикарных платьев обязательно надевали шали, душегрейки, повязывали цветастые платки Кстати, одежда была также праздничная и повседневная В повседневной одежде купцы ходили дома, ходили к ближайшим соседям А вот праздничную одежду одевали по воскресеньям в церковь на праздники и еще на ярмарку Жены купцов носили очень много дорогих украшений Золотые кольца, серьги, жемчужные ожерелья А также гребни золотые и серебряные для волос тонкой работы Главной традицией купцов было меценатство Благотворительность, которой занимались купцы, было не только главным христианским принципом Но они еще хотели оставить о себе память Вот сейчас хотелось бы привести такой пример Однажды один из богатейших купцов Кузнецка, Петр Пантелеймонович Бобров Пришел в дворянское собрание и кузнецкие купцы предъявили ему претензию Что ж это вы, Петр Пантелеймонович, с вашим-то капиталом миллионным Да всего лишь 25 целковых Это о чем вы, господа купцы? Насчет театру, что ли? Так я же сказал вашему сборщику, что больше гроша Ломанова на бесовское дело не дам Купцы сказали, что все купечество Кузнецка жертвует деньги на строительство театра Вот, например, купец Аксенов дает целый вагон лесу Купец сосновоборской суконной фабрики Козеев дает сукно на занавес и еще 100 рублей в придачу А вы бесовское дело И тогда Петр Пантелеймонович Бобров гордо попросил подписной лист И напротив четвертинки жирно вывел 300 рублей Вот так строился у нас в городе театр Кузнецкие купцы очень много занимались благотворительностью И в нашем городе на купеческие деньги были построены храмы, школы, больницы и многое другое В целом купечество внесло большой вклад в развитие нашего города И его плоды можно наблюдать и по сей день Продолжение следует...